Добрый вечер, уважаемые октябинцы! В эфире проект «Город сегодня». Мы работаем в прямом эфире, где обсуждаем все проблемы города и пути их решения. Звоните в телефон прямого эфира 222-333. Сегодня обсудим важную и наболевшую тему. Это проект «Город сегодня». Вы, конечно, замечаете, что на улицах нашего города становится все больше велосипедистов. У подростков это сейчас самый модный вид досуга. Да и взрослым такой транспорт нравится. К сожалению, растет и количество краж велосипедов. Буквально вчера полиция сообщила о задержании очередного вора, который успел не только украсть, но и продать чью-то технику. 42-летний октябинец свою вину признал, и теперь его проверяют на причастность к другим преступлениям. О том, как с кражами борется полиция и как сами владельцы могут уберечь свое имущество, поговорим с нашим гостем. Это Ануар Сарсенбаевич Сарсенбаев, подполковник полиции, руководитель третьего отделения управления криминальной полицией, департамента Актюбинской области. И, конечно же, я вас приветствую. Здравствуйте. Начнем со статистики. Как сейчас обстоят дела у нас? Сколько актюбинцев в этом году лишились своих велосипедов? За истекший период текущего года по территории Актюбинской области было зарегистрировано 53 факта кражи велосипедов. Это на 8 фактов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, из зарегистрированных раз велосипедов у нас получается 8 фактов тяжкой категории, а в прошлом году было 10 фактов. Раскрыто 28 фактов. Вот вы назвали слово тяжкое, да? Это как понимаете? Ну, вообще преступление делится на небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Тяжкие, это, допустим, кража сама по себе. Это статья 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Если это часть третья и четвертая, это тяжкая. Там зависимости либо от суммы причиненного ущерба потерпевшему, либо от способа совершения. Если есть проникновение в помещение, если кража совершена неоднократно или потерпевшему причинен большой материальный ущерб, автоматически эта кража становится тяжкой. Краж стала меньше. С чем это связано? Может быть, с тем, что повсюду сейчас ставят камеры, либо идет профилактическая работа с вашей стороны? Ну, с нашей стороны, непосредственно мы на постоянной основе проводим анализ количества краж, сколько окончено, сколько прекращено и так далее. Действительно, краж стала в разы меньше и регистрация сократилась. Это связано, наверное, в первую очередь с профилактическими мероприятиями, которые проводятся сотрудниками полиции. Так как анализ криминогенной обстановки нам помогает рационально распределять комплексные силы полиции, больше акцентировать внимание на пораженных участках криминогенных. И, естественно, выступления в СМИ, я думаю, публикация в Инстаграм и других приложениях, все это как-то сказывается на нашем населении. Оно становится более таким, как вам сказать, более грамотным, эффективным. Ну, естественно, эффективным, да. А от камеры есть толк? Многие жалуются, что установили мы камеры. А смысл-то? Есть, есть. От камеры есть толк. Как правило, да, вот в 21 веке, да, вот сейчас камеры, это неотъемлемый помощник наш, потому что мы по камерам можем определить и маршрут прихода, и маршрут отхода, и если качество хорошее, по лицу можно установить человека, да, технологии нам позволяют. Есть такая программа сейчас, допустим, у нас в обиходе, как полифейс. Полифейс, она помогает определять анкетные данные человека по лицу. Здорово. А где чаще происходят кражи? Ну, как правило, кражи, наиболее, если касаемо велосипедов, наибольшее количество краж приходится на улице. Туда входят и игровые площадки, и территория перед торговыми домами, перед продуктовыми магазинами, дворы, многоэтажных домов. Бывает так, что подростки сами воруют? Бывает. Бывает. Ну, в основном, мы сталкивались с подростками, они брали покататься, вот так скажем. Чаще всего они просто берут покататься и оставляют, бывает, что мы находим... И забывают вернуть потом, да? Так точно, да. А удается ли всегда вернуть украденное? Ну, мы прикладываем все усилия, стараемся, чтобы народ был доволен нашей работой, и принимаем все меры для того, чтобы найти похищенное имущество граждан. В чем трудность раскрытия этих краж? Вообще, само преступление, кража, да, оно само по себе трудно раскрывается, потому что это является тайным хищением имущества граждан. Зачастую потерпевший не знает ни пола, ни возраста, ни внешности подозреваемого лица. Даже времени бывает, что не знает точного, и приходится вот с помощью камер определять время, устанавливать внешность и так далее. Да, в отличие, допустим, если взять такое преступление, как грабеж, это открытое хищение. Мы об этом с вами позже поговорим. Оно контактное и неконтактное, видите, вот в чем разница. А кража-то неконтактная, поэтому сложно сидеть в раскрытии краж. Вот если украли сейчас по велосипедам, да, о чем начали наш разговор, вы сказали, что есть такая программа по лицу, определяете, сколько по времени это занимает? Ну, это по времени, долгое время не занимает. День, два, несколько часов, может быть. Несколько часов. Несколько часов, да. То есть за несколько часов можно установить, если хорошего качества, видео с камер видеонаблюдения, опять же, да. А какое наказание грозит за подобное преступление? Ну, вот велосипед. Шел я по улице, вижу велосипед, взял, да, украл. Ну, за кражу велосипеда, да, вот мы начали разговор только что, вот по тяжести статьи, да, наказание, соответственно, тоже определяется по тяжести. Есть, если вы, вот пример ваш, взяли велосипед и украли с улицы, это является путем свободного доступа, называемый так. Так, путем свободного доступа, это, соответственно, часть первая. Наказывается, так, тысяч, так, исправительными работами наказывается, либо штрафом в размере одной тысячи месячных отчетных показателей, привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо лишением свободы на тот же срок. Сейчас также есть понятие краж во дворах огороженных. Как там дела обстоят? Ну, огороженный двор, в любом случае, все преступники. Не во всех же, да, работают те же самые видеокамеры? Есть такие моменты, где не работают эти камеры? Да, есть моменты, когда камеры не работают. Ну, есть множество способов, которыми пользуются оперативники, да, для раскрытия этих или иных преступлений. Причины краж, видимо, в том, что владельцы беспечны и оставляют где угодно и без защиты, или в чем-то другом. Да, именно в этом причина, в первую очередь, совершения краж, не скажу, что виновны, да, кражи совершаются из-за небрежного отношения владельца к своему имуществу. Допустим, бывает, что приедет, допустим, потерпевший наш к магазину, продуктовым оставляет велосипед и заходит в магазин. При этом никаких средств защиты на велосипеде не имеется, таких как трос, он не смотрит даже, есть ли камера видеонаблюдения. Беспечные отношения только небрежные. Были ли у вас, Нуар Сарсенбаевич, случаи, когда электронные скутеры тоже пропадали и приходилось ли возвращать или нет? Вы сталкивались конкретно с таким? Скутеры пропадали, но не электронные. Так. Скутеры пропадали, да. Но находили? Обязательно находим, возвращаем потерпевшим. Здесь параллельно мы отслеживаем доску объявлений, такие как ОЛХ и так далее. А то есть вы тоже подкреплены к этим платформам? Да, подкреплены. Естественно, мы все это отслеживаем. Потом мы в тесном взаимоотношении с ломбардами, такие как Актив Ломбард, допустим, который принимает все от сотовых телефонов, заканчивая велосипедами, да. То же самое мы все это на контроле держим. А самокаты, которые в аренду можно взять, оплатив через QR-код? Ну, с таким мы не салкивались, потому что не было таких краж. Не было? Не было. Там смысла нет их воровать. Они оснащены чипами, и запрограммированы под определенную, там нужно внести определенную сумму денег, правильно? Таких случаев не было. По крайней мере, почему я этот вопрос задал, в Астане и в Алмате были случаи, когда перепрограммировали, и случались кражи именно тех самых скутеров, не скутеров, а вы поняли? Ну, я понял. Электронных. Самокатов, да. А что делать, если вдруг обнаружишь, что велосипеда нет на месте? Как быть? Ну, если вы уже обнаружили, что велосипед нет на месте, в срочном порядке, надо обратиться в полицию по телефону 102. И граждане должны помнить, чем раньше они сообщат в полицию, тем больше вероятность задержать человека, преступника по горячим следам. Естественно. Вы как специалист, вопрос к вам, как уберечь имущество? Все элементарные, можно вот примести примеры. Элементарно вы купили велосипед, на крупных каких-то деталях можно нанести гравировку в виде фамилии, в виде инициалов, или еще какой-нибудь отличительный знак, ну, на крылья что-нибудь нарисовать, или еще что-нибудь. Это первое. Во-вторых, надо всегда использовать защитный трос. Если вы паркуетесь, парковаться в местах, где имеются камеры видеонаблюдения, ни в коем случае нельзя покупать велосипеды у посторонних лиц, без наличия документов, так как эти велосипеды и самокаты могут быть краденными. Так, ну, все, в принципе, это элементарно. Закрывать подъезды, ставить домофон и видео. Касаемо подъездов, да, касаемо подъездов, самокаты и велосипеды надо хранить дома. Не оставлять их перед подъездами или там в общих тамбурах на длительное время. Если храните в подъезде, то будьте любезны, прикрепите его тросом к перилам. Также хотелось сегодня в нашем эфире обсудить тему карманников. Помнится, портреты карманников, да, висели в автобусах. Это и воров останавливало, и людей заставляло бдить за своими вещами. Подобные меры действованы сейчас? Естественно. Тенденция показывает то, что регистрация именно карманных гараж у нас в разы снизилась по нашей области. За истекший период текущего года зарегистрировано всего лишь 9 карманных краж, тогда как в прошлом году было 16, допустим. Ну, окончено производство. Сколько дел, это вам неинтересно. Раскрываемость увеличилась с 41% до 53%, вот так скажем. То есть, в разы даже? Да, работа по противодействию карманным кражам находится на личном контроле начальника департамента и всего руководства, потому что... А вы районы Аксюбе как-то отслеживаете? В каких районах больше всего краж происходит? Естественно, мы... В каких? Вот хотелось бы узнать, если вы компетентно ответите. Ежедневно, ежедневно мы... У нас есть оперативная сводка, которую мы изучаем, анализируем благодаря ей и выявляем пораженное время. Это, во-первых, час-пик. В основном это час-пик. И маршруты пораженные. Есть определенные, допустим, маршруты там... Такой маршрут, как 21-й, который ездит там в сторону новой. И много маршрутов, которые мы постоянно анализ проводим. И, соответственно, специальное подразделение по противодействию карманным кражам усиляем ихную работу. Акцентируем внимание на этих пораженных маршрутах. Ну, вот раньше очень много карманников орудовало у нас в старой части города. Здесь сейчас как? Спокойно все? В районе рынка? За полгода 9 карманных краж это практически ничего. Я так считаю. Поэтому не скажу, что на 100% мы победили кражи карманы, но результат есть. Результат хороший. А скажите, какие защиты и способы защиты есть от карманников? От карманников. В первую очередь, в первую очередь, граждане, если... Это в первую очередь бдительность. Бдительность в общественном транспорте. Никогда нельзя ложить сотовые телефоны или деньги наличные в задний карман, в салфановый пакет. Если имеется крупная наличность, лучше держать ее во внутреннем кармане. А деньги, которые нужны на расходы мелкие, их можно держать в кармане наружном. Во-первых, я перечислил этот факт. Потом надо стараться, не стараться, а карманники, как правило, они работают в час пик. Прижимаются граждану вплотную. Там буквально минута нужна, чтобы порезать тот же салфановый пакет и вытащить имущество, допустим, деньги или кошелек. В первую очередь, бдительность самих граждан. чтобы люди соблюдали все правила безопасности в том числе, да? Да, ну, допустим, вот граждане ни в коем случае нельзя пересчитывать деньги в общественном месте, чтобы привлекать внимание. Нельзя разменивать деньги у посторонних лиц, у неизвестных. Нельзя носить деньги вместе с документами, как правило. так. Ну, и все, в принципе. Там больше добавить... Все мы все знаем, но все равно надо напомнить. Надо напоминать, да, естественно. Что касается кражи мобильных телефонов, сейчас реже это стало или все-таки есть еще? Нет, кражи мобильных телефонов, они есть. Они есть реже, но есть. Да, эта линия работы также и карманной кражи тоже взята на контроль и постоянно, на постоянной основе мы отслеживаем похищенные сотовые телефоны, изымаем их, возвращаем потерпевшим, отрабатываем места стихийной скупки БУ-телефонов. Это такие, как торговые там, как Астана. Ну, сейчас все вы видите, что много точек, где есть ремонт телефонов, допустим, где ремонтируют телефоны. Но все эти точки, все эти точки взяты нами на контроль. Лица, которые скупают БУ-телефоны, с ними, с каждым проведена беседа, доведено на то, что при покупке сотовых телефонов без соответствующих документов мы их просим снимать человека, который продает телефон, на видеокамеру, снимать его удостоверение или хотя бы ксерить удостоверение личности. Ну, не всегда же такое бывает, чтобы снимали и требовали удостоверения. Ну, не всегда, да. То есть даже через OLX сейчас можно купить там БУ известной марки или телефон, который можно также вычислить. Правильно? Да, проблем нет с этим. Я, я знаю, в начале разговора тоже сообщил, сказал он, что OLX нами тоже постоянно анализируется, сканируем все объявления, смотрим. Ну, вот у детей тоже часто пропадают телефоны, теряют. Ну, у детей, как правило, это утери. По большей части утери. По большей части утери, да. Сейчас, вот, допустим, летний период, да, если вот так посмотреть, есть преступления, которые совершаются зимой. Есть преступления, которые совершаются летом в основном, допустим, сезонного характера преступления летом, это как мы уже перечислили. Основная тематика это велосипеды, самокаты и сотовые телефоны. Сотовые телефоны воруют в основном сейчас вот футбольные поля. Дети играют в футбол, при этом рюкзаки свои складывают сбоку, туда же телефон кладут. По окончании игры обнаружат, что телефона нет. Да, благо эти телефоны находятся, возвращаются, потому что воруют эти телефоны такие же. Непрофессиональные воры. Захотелось ему такой марки-телефон. В случае обращения давайте к родителям, потому что все-таки велосипеды, мобильники, это все связано с детьми, с подростками. Взрослые, очень мало, я так думаю, что вы со мной согласитесь, попадаются на эти удочки. Что делать, куда обращаться, если столкнулись с проблемой? Кражи телефонов, либо карманной кражи? В первую очередь я считаю, что родители, допустим, покупают своим детям те же велосипеды и те же сотовые телефоны, должны проводить беседу с детьми и объяснять, что вот я тебе купил велосипед или сотовый телефон, это твоя вещь, ты к ней должен относиться бережно, объяснять, в каких ситуациях его могут украсть, допустим, что нельзя оставлять без присмотра. В первую очередь это беседа между родителями и ребенком. А если уже такой факт произошел, я вот как до этого говорил, никакой самодеятельностью заниматься не надо, обращаться на 102, круглосуточный телефон, доступен, всегда следственная оперативная группа приедет, поможет. Я благодарю вас за беседу, вам желаю хорошего лета. Спасибо. Чтобы от работы получали удовольствие. Спасибо большое. И поменьше неприятных моментов. Спасибо большое. А вам, уважаемые зрители, мы желаем оставаться всегда на чеку. Если вы едете в час пик в автобусе, то обязательно обратите внимание, где находится ваш телефон. То же самое касается и велосипедов, самокатов и всего того, что сейчас вы можете видеть на улицах города. Никогда не проходите мимо чьей-то беды. Просто позвоните в 102. Вы смотрели проект «Город сегодня». Также выпуск вы можете увидеть на нашем сайте rikotv.kz и на YouTube. Я желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. До встречи в эфире на телеканале РИКО-ТВ. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова